Олег Рой. Нелепая привычка жить. Читает Ольга Плотникова. Сидни Шелдон говорил о технике сочинительства. «Я пытаюсь писать так, чтобы читатель не мог закрыть мои книги». Подобное можно сказать и писательском кредо Олега Роя. Увлекательнейшие истории, неожиданные сюжетные повороты, яркие образы сильных, незаурядных личностей стали причиной обращения кинематографа к творчеству писателя. По его романам снимаются фильмы в России, в Америке. Характеры персонажей автора раскрыты с удивительной глубиной и психологической точностью. Олег Рой пишет о вечном, о капризах судьбы, которая сегодня может лишить человека всего, что дорого в жизни. А завтра невзначай вернуть радость бытия. Но его герои, оказавшись на распутье, находят шанс, который дает им проведение, и становятся счастливыми. Перелистывая последнюю страницу захватывающего повествования, испытывая жалость, что книга закончилась. Александра Маринина Эта книга посвящается всем, кто переживает кризис среднего возраста или стоит на его пороге. Всем, кто земную жизнь прошел до половины и очутился в сумрачном лесу собственных размышлений, сомнений и разочарований. Всем, кто думает или говорит, что уже стар, все повидал, и все у него позади. И всем, кто в глубине души хочет верить, в сорок лет жизнь еще только начинается. Глава 1. Весенняя хандра. Это было маленькое кафе в центре Москвы. Заурядное, непритязательное, пожалуй, даже старомодное, не весь каким образом выживающее среди многочисленных, современных и куда более успешных собратьев. Но именно здесь Виталий Малахов, владелец преуспевающей торговой компании, предпочитал находиться в тот момент, когда в офисе говорили «Шеф вышел перекусить». Он бывал тут несколько раз в неделю. Не за тем, чтобы поесть, конечно. Питался он совсем в других местах. А просто посидеть, выпить чашку кофе, побыть наедине со своими мыслями в спокойной обстановке, просмотреть бумаги или свежую прессу. Уходя из офиса, он кивал секретарю на двери, и смышленная Полинка понимала, где его можно найти, если начальник срочно понадобится. Его сотрудники проводили обеденное время в соседних модных заведениях. Друзья Виталия называли это место «забегаловкой». «Ты где?» — спрашивали они, звоня ему по мобильному. «Опять в своей забегаловке этой Ивушке, Рябинушке или как ее, Дубравушке?» «Да», — отвечал он, не обращая внимания на их подначивание. «Я здесь. Хочешь меня видеть? Приезжай». С его точки зрения, это было идеальное место для встреч, как дружеских, так и деловых. Уютно, немноголюдно и, главное, тихо. Никакого тебе бьющего по ушам хит-эфэм. И почему некоторые люди так уверены, что весь мир должен любить современную попсу, да еще включенную на полную мощь? Виталия от всех этих читадрита, джага-джага и муси-пуси просто тошнила. Ему нравились старый рок, авторская песня, ставшая почти классикой музыка 60-х, 80-х годов уже прошедшего столетия. Как раз то, что иногда негромко звучало в любимом кафе. Здесь всегда замечательно пахло. Малахов с рождения отличался обостренным обонянием, и запахи всегда были для него очень важны. С некоторыми людьми ему даже трудно было из-за этого общаться. Не только немытые бомжи, но и вполне приличные, ухоженные мужчины и женщины были неприятны Виталию лишь потому, что ему не нравился их парфюм или естественный запах тел. Многие рестораны Малахов не любил из-за того, что там не так пахло. А здесь, в маленьком кафе, всегда царили ароматы выпечки и свежемолотого кофе. Сейчас в Москве редко где можно найти действительно хороший и вкусный кофе. И вообще здесь было как-то по-домашнему. Да перестроечный уют. Так он это называл. Небогатый выбор салатов и сэндвичей, деревянная мебель, клетчатые и, быть может, не идеально чистые скатерти. На окнах живые цветы. Не какие-нибудь экзотические птерисы, драцены или юки. Они затейливые, из тех, что в его детстве стояли на подоконниках в школе и дома у бабушки. Декабрист, бегония, алоэ, сок которого ему закапывали в нос от насморка. И то самое растение с резными, похожими на кленовые листьями, на толстых и мохнатых, словно покрытых красноватыми волосами, черенках. Виталий не знал его названия. Но именно оно стояло на подоконнике рядом с его самым любимым столиком. И порой, задумавшись, он ловил себя на том, что тихонько отщипывает с мясистых черенков красные волоски. На каждом столике, которые были напиханы в тесное помещение так плотно, что за некоторое из них приходилось пробираться боком, стояла цветная свечка и крохотная вазочка. В вазочке, в зависимости от сезона, появлялись то букетики полевых цветов, то яркие желто-красные листья, то еловые веточки, увитые блестящей ниткой новогоднего дождя, то тополиные прутики с едва лопнувшими почками. Первым предвестником весны в этом году для Виталия стали именно эти пахучие сочно-зеленые листочки, родившиеся в вазочке прямо на его любимом столе у окна. И публика здесь была под стать обстановке.